Мне кажется, у вас в коллективе все-таки есть вот такой культ. Аллы. Нашу хореографию? Вообще вся страна танцует. У вас есть вообще конкуренты? Ну, наверное, нету. А вы видели, что делает Мигель? Что, плохо? И у Егора Дружинина тоже не сложилось. А замуж еще пойдете? О, сволочи, отстаньте от меня. Если бы я сейчас жениха себе искала, ох, я бы, наверное, сейчас вот такие вот каблуки одела. А можно ли говорить о том, что вы ради карьеры отказались, можно сказать, от личной жизни? Если бы у нас люди умели любить друг друга, вот как любят своих детей, мы бы жили в абсолютно совершенном мире. Это точно. Друзья, сегодня 23 февраля, но снимать мы приехали не мужчину, а очень-очень сильную, очень успешную женщину, человека, который определенным образом войдет в мировую историю. Вот, и я вот не могу с пустыми руками, потому что мы, можете сказать, попали к ней домой, а мы не первыми. Сейчас вы все увидите. Здрасте. Ой, здравствуйте, Лаурочка. Я не могла с пустыми руками, тут небольшой букетик такой есть, скромный, небольшой. Какая красота. Добро пожаловать. Я также сладкое что-нибудь чесила. Худейте на здоровье. Да, это я говорю как всегда, все для жопы, но извините, как уж есть. Худейте на здоровье, да. Ну что, сладенькое, вкусненькое что-то в дом, чтобы всегда жизнь была очень сладкая. Спасибо, Лаурочка. Спасибо вам большое. Тем более, можно сказать, у вас новоселье, мы вроде бы первые, да, кто кого упустили. Да, вот честно говоря, я даже сама еще не совсем привыкла. Потому что только переехали, не все сделали. Ну, в общем, потом. Доделаем потом. И у меня даже, честно говоря, если вы заметили, ну, я это вижу, такое еще у меня ощущение, что я где-то в отеле живу. Еще нет часа обжито. Еще, да, не обжито. И даже фотографии еще в рамке не успеваю поставить. Ну, в общем, ничего, это Москва. Ну, а когда вы переехали все-таки? Мы переезжали в Новый год, а потом уехали сразу. Вот. Зато елка. Ну, вот видите, елку нарядили. Елку нарядить успели. И до сих пор стоит. И буду я ее, значит, 7 марта убирать. Потому что это традиция. Я не могу отказаться вот от этой красоты. Вообще, кто придумывал интерьер, дизайн? Вы занимаетесь вообще сами этим? Ну, понятное дело, что здесь все сделано как бы, ну, по моему вкусу. Естественно, выбирали мы вместе с прекрасной... Это моя подруга, дизайнер. Очень талантливая, очень талантливая вообще девочка. И вот все, что тут сделано, это вот благодаря ей так все прекрасно смотрится. А долго вообще вы делали ремонт? Долго. Мы строили мы долго, 4 года. Хотелось, чтобы гостиная была побольше. Они бывают и больше, конечно. Очень хорошо. Людут хвастаться, да? Я просто обожаю украшения. И мне кажется, ни один наряд не будет полным без аксессуаров. Поэтому у меня очень много сережек, браслетов и колец. И выбирать я могу их часами. На сайте ювелирного дома Коборовский огромное количество украшений и коллекций на любой вкус. Много интересных и необычных техник исполнения. Но правда, здесь можно выбрать украшения себе, юным модницам и даже маме с бабушкой. Впереди весенний-летний сезон. Пора обновить свою шкатулку. Кстати, если вдруг украшение, которое вам понравилось, не оказалось в наличии, то его изготовят на заказ специально для вас. А еще у всех изделий ювелирного дома Коборовский пожизненное сервисное обслуживание. Ну и последний бонус. Бесплатная и быстрая доставка. Главное, не терять голову и совершать выгодные покупки. Сейчас в интернет-магазине бренда проходит весенняя акция. Скидка 35% на все украшения. А я приготовила для вас специальный подарок. Дополнительная скидка по промокоду LAURA7. Подробности в описании. Я когда стала гуглить ваше имя, ну, в Википедии там запросы и так далее, мне было интересно, фамилия это псевдоним или же все-таки это ваша родная. Я поняла, что это родная фамилия. Да, да. Но просто это гениальная фамилия, вы понимаете? Ой, спасибо. Духова, то есть это дух, духовность. А еще и Алла, имя, которое означает богиня на арабском языке. То есть это богиня духовности или духа, я не знаю, что это такое. Но вы вообще верите в силу имени и фамилии, вообще, что это как-то может иметь какое-то отражение на характере и на судьбе человека? Да, да, верю, верю. Я вообще верю в небесные силы и, в общем-то, верю в мечту, допустим. Я всегда говорю, ребята, мечтайте, мечтайте как можно больше, все сбудется в итоге. Ну вот откуда у вас вот это все? Обычно люди к этому приходят после прочтения книг, после того, как они пересмотрят какую-то, не знаю, какие-то фильмы вдохновляющие. А у вас как будто бы это было всегда. То есть вы как некий проводник, который просто понимал и знал, что делает все правильно. Ну не знаю, я бы не могла так сказать. Было какое-то вот, ну как сказать, да, некое, может быть, чувство и понимание такое. Допустим, что я принимаю, а что категорически нет. Это же как организм, когда торгает просто категорически. Да, вот. Но я в детстве, например, очень много читала. У нас была библиотека большая, нам досталась от родных. И я чего только не перечитала. И не могу сказать, что там литература повлияла на меня, да, там прочитанная. Да нет, да вообще я не знаю, что повлияло. Я думаю, что люди, которые находились вокруг меня, мне очень везло всегда на людей, которые рядом. И я бы без их помощи вообще ничего не добилась. Никогда. Поэтому это вот, как говорят, да, командная работа, она очень важна. Ну вот если бы не командная работа наша, то не думаю я, что мы бы сегодня вот с вами сидели. А у вас было видение себя в детстве, вот типа в более позднем возрасте, оно совпадает как-то с тем, что вот получилось в итоге? У меня была такая интересная, почему я говорю, всегда мечтайте. Я, значит, закрывала глаза, ну это у меня обычно перед сном я это делаю, до сих пор, кстати. И я была еще девочкой, тогда по телевизору показывали этот балет телевидения ГДР, Фридрэштадт Паласт. Там были такие стройные, красивые, высокие танцовщики. Все это было ярко, так непривычно немножко для нас. Вот. И я почему-то, вот я когда закрывала глаза, я видела вот что-то типа вот такого балета, но меня не было там. И вот я думала, вот такой коллектив, я бы... И вот я намечтала себе его, понимаете? То есть все-таки визуализация работает, по сути? Однозначно. Это, видите, это у вас как-то все-таки само по себе было заложено. Верите в то, что у каждого человека есть миссия на Земле какая-то, предназначение какое-то? Да, да. Мне кажется, что да, конечно. В чем ваше? Как так родиться, да, и... Я думаю, что, конечно, у каждого есть свое предназначение. В чем мое, я не знаю. Прежде всего, мне кажется, что это предназначение любого человека уметь любить. уметь любить, ну, прежде всего, понятно, там, своих родителей, свою семью и людей, которые тебя окружают. Ну, и, конечно, что-нибудь оставить след не в том плане, оставить след на Земле, чтобы тебя там помнили, там, я не знаю, все поколения, которые там на тысячелетия вперед. Нет, я не об этом. А о том, чтобы, ну, сделать что-то такое, вот, ну, не знаю, ну, полезное, что ли. Вы же понимаете, что вы войдете в историю, что вы уже вписали свое имя в историю? Ну, может быть, на какое-то время, да. Потому что, так вот, я же историю читаю, и, конечно, даже героев своих, к сожалению, да, историю переписывают и не помнят люди своих героев. У меня по этому поводу иллюзий абсолютно нет, не существует, вот. Ну, наверное, что-то сделала, да. Во всяком случае, для танцовщиков точно. А вы редко вообще комментируете и как-то отзываетесь о российских каких-то артистах и о тех, с кем вы работали, как-то только всегда по-хорошему? Конечно, по-хорошему. У меня нет к ним вообще ничего, там, никаких отрицательных эмоций. Потому что, ну, во-первых, мы сотрудничаем, это раз. Во-вторых, из них никто никогда, ни меня, ни мой коллектив, там, каким-то образом, там, не то, что не обидела. Они с таким уважением и пиететом к нам относятся. То есть за все годы существования не было? Это такая безусловная абсолютно вот, ну, тоже вот какая-то, можно сказать, любовь, понимаете? Потому что, ну, да, мы когда сотрудничаем, ну, они нам настолько доверяют. И вот у меня, я вам клянусь, мне, может быть, они где-то как-то и проявляют себя в не очень там приглядном свете. Ну, что касается нас, ну, понимаете, если вот с нами это не происходило никогда, что я могу плохого про них сказать? Как вот за 34 года ни одного случая того, чтобы не сошлись там во вкусах, в танцах? Ни разу. Ну, может быть, во вкусах, в танцах мы, может быть, и не сошлись. Но я считаю, что с годами уже, да, сложилось такое доверие к нам. Вот приходит артист, даёт фонограмму. Ну, мы спрашиваем, ну, что бы вы хотели, да? Ну, есть какие-то там пожелания? Или вы нам доверяете? Они говорят, доверяем полностью, всё. И, ну, это опять-таки, это же, вы представляете, 34 года, да, работы. И вот сейчас, ну, тоже молодёжь, там, мы работаем и с нашими молодыми тоже исполнителями. И опять-таки сложились, ну, знаете как, вот один раз попробовали с нами, и всё. Доверились и уже всё не уходят. Да, и уже не уходят. Вообще удивительно, потому что обычно многие большие артисты, они начинают диктовать свои правила, условия, капризничать, начинают. Это мне не так, это мне не эдак, и вообще я хочу вот что-то другое. У вас такого не было ни разу? Не было ни разу. Боже, какое счастье. Мы работали со всеми, вот-вот со всеми. Даже с Аллой Борисовной работали, да. Она, кстати, знаменита вот именно тем, что она периодически с хореографами. Имеет право, имеет полное право, я так считаю. Потому что, ну, она вообще гений. На мой взгляд, это гений. И я считаю, что даже прикоснуться, вот рядом постоять, это уже счастье и для любого хореографа, и для любого артиста. И у нее есть определенное видение, его надо уважать. Ну, на мой взгляд, да, это так. Его нужно просто уважать и все, и слушать. Допустим, да, это ее шоу. Она режиссер. Она имеет полное право. Если бы я была режиссером, да, в ее шоу, ну, может быть, мне доверились, может быть, я там чуть-чуть попыталась поспорить, но если нет, ну как, это... Значит, мне нужно слушать и понять, что она хочет, и выдать, и все. Поэтому у нас тоже полнейшее понимание. Видимо, у вас хороший характер еще, податливый, потому что мне рассказывала Мигель в нашем интервью, что у них там не случился контакт. Не сложилось, да? Не сложилось. Я же видел тех артистов, которые там стояли на сцене, вот так вот опустив голову, вот это все целый ряд, знаешь, русских артистов, которых она отчитывает. И все вот так вот. Да, Алла Борисовна. Прям все? Все, абсолютно. И потом ко мне все подходит, Мигель, не обращай, не обращай, все нормально, это так, ну, я говорю, для вас нормально, для меня нет, сорян, я не могу так. И у Егора Дружинина тоже не сложилось с ней, ну, как-то вот не нашли общий язык, так скажем. Ну, по-разному бывает, но нет, у нас все хорошо, да. А можно я вам сейчас как раз-таки покажу, что о вас сказал вот Мигель и Егор Дружинин? Мы делали интервью с Мигелем, и вот как раз у нас был тут. А, я не смотрела. А, я его давно не видела. Ну как, они везде выступают, то есть их... Я не видел лет 15, как я могу у них сейчас говорить? Как я слышала? Я не могу. Как лет 15? Ну, вот так он сказал, но потом я сейчас покажу, что Дружинин сказал. Он сказал, что он не видел уже лет 15. Ну, кстати, а может быть и не видел, я не знаю. Может, он телевизор не смотрит. Ну, такое же бывает. Может, он не смотрит телек. Может, он не заходит там на наши, там, в наши соцсети. Вот. Может быть, он не был в нашем театре. Он же человек занятый. Нет, может быть. Ну, может быть. Я... Ну, а вы видели, что делает Мигель? Ну, вот на проекте «Танцы». Ну, насколько я знаю, там работают его хореографы. Ну, он тоже сам работает? У него как раз-таки он собирает команду, и эту команду они все потом... Ну, да, да. Ну, у меня там были ребята, говорят, что его хореографы работают. Но, естественно, под его руководством. Честно говоря, к моему стыду, я знаю, что у них есть театр в Питере. Мои ребята были, питерские мои ребята. Им понравилось. Вот. Им понравилось. Сказали, хороший спектакль, такой очень неординарный. Вы имеете в виду, который интерактивный? Да, интерактивный. Вот. И я, когда поеду, ну, если у меня будет время в Питере, я обязательно схожу, посмотрю. Я просто, ну, я говорю, опять-таки это отсутствие времени. Время, и мне кажется, и у них тоже, наверное, отсутствие времени. Ну, 15 лет не видел. Ну, не знаю. Как можно нас не увидеть? Мы везде. Так, давайте я покажу. А ну, вы знакомы с Мигелем? Ну, конечно, ну, конечно, конечно. Есть еще Егор Дружинин, и сейчас покажу то, что он сказал. Вот. Тодос, я по большому счету не помню, когда я последний раз видел выступление. Я знаю, что у Аллы есть свой театр. Я очень рад за нее, потому что это то, к чему многие стремятся, но далеко не все обретают. Я знаю, что есть вот этот сетевой маркетинг. Огромное количество людей. Я знаю, что там самые разные способы заработка. И, возможно, узнаю я больше, и не ко всем бы из них я бы отнесся с пониманием. Потому что я вот знаю истории, которые слышал буквально недавно, что дети приходили на кассин, платили деньги за то, чтобы быть отсмотренными, и в результате не попадали в школу. Сейчас речь не о выступлении, а просто об участии в школе. Но мне кажется, что это неправильно, это чересчур. Поэтому... Ну, здесь, в принципе, все. Вот это да. А вам, то есть, не показывают, что о вас говорят в сети? Нет, нет, нет. Вы не смотрите? Нет, нет, нет. Из-за отсутствия. Так странно вообще. Ну, что касается... Какой кастинг, с какими детьми? Ну, он вообще нам, конечно, рекламу сделал хорошую. Это значит, нам даже за деньги не попасть. Это хорошо, спасибо, Егор. Нет, он на самом деле в начале... Это замечательно. В начале этой речи он сказал, что он вам очень благодарен за популяризацию вообще танцев, и что вы как бы как родоначальник всего этого, и чтобы, если бы не вы, то не было бы современного танца, современных танцоров, и что благодаря вам люди вообще стали интересоваться, и подтанцовка эстрадная стала прилично выглядеть. То есть это он сказал в начале, это я уже вторую часть вам показала. Нет, ну, это вот, знаете, это называется вот это «сказала-мазала». Это кто-то сказал. Ну, это даже... Вот мне надо... Интересно, мои видели или нет, ну, наши директора. Ну, это... Ну, какие кастинги. Ну, боже мой. Во-первых, я еще раз повторяюсь, мы берем всех за деньги. Ну, да, у нас платное обучение. Ну, взяли, не взяли... Ну, это немыслимо. Это кто-то... Я не знаю, но это вот прям... И мне даже сложно это комментировать, потому что это абсолютная неправда. Это абсолютная ложь. Но я не говорю, что он вот это придумал. Нет, наверное, он действительно это слышал, и, собственно говоря, поэтому об этом и говорит. Наверное, может быть, кто-то ему сказал. Ну, что, кстати, театра... Да, конечно, он был у нас. Он, говорит, давно не видел. Он был у нас. Я его приглашала на премьеру. У нас премьера была не так давно. Он даже интервью давал у нас в театре. Он смотрел, он смотрел наш спектакль и очень хорошо отзывался. Все он видел. Почему вы думаете, он так тогда сказал сейчас? Да я не знаю. Может быть, это какая-то... Я не знаю. Может быть, он фантазер? Фантазер, ты меня называла... Может быть, детство у него еще... Его детство не закончилось. Я не знаю, почему он так сказал. Может быть... Вообще странно. Я очень уважительно к нему отношусь. Мне очень нравится, как он говорит в жюри. Мне нравится, как он дает оценки. Он талантливый парень очень. И режиссер талантливый. Странно, очень странно. Может быть, это какая-то... Все-таки они считают нас конкурентами. Может быть, это школа. Я не знаю, что это такое. Вас расстраивает, когда вы такое слушаете? Ну, скажу так. Я привыкла, что кто-то всегда что-то там говорит. Кто-то, может быть, злится. Кто-то злится из-за того, что мы все заполонили. Ну, конечно, я скажу... Вот сейчас я скажу, да, мне нравится это слушать. Да, ха-ха-ха. Ой, мне смешно. Нет, конечно, мне неприятно. Потому что... Нет, если бы это было действительно правдой, да, я сказала, о, я сейчас пойду разберусь там. А-а, вдруг у меня кто-то... Дело в том, что если бы мы работали... Знаете, как франшиза работает? Ну, да, наверное, я бы не знала, что творится в моих студиях. Ну, я знаю, что происходит в наших студиях. И это невозможно, чтобы за деньги брали... У нас есть конкуренция в школах, знаете, за что? За первую линию. Это очень смешно, когда родители... Причем у родителей, у детей все в порядке. У нас с детьми никогда нет никаких проблем. Родители... Так, почему мой ребенок не стоит в первой линии? А-а-а! Значит, давайте... А почему? Вот этот хуже танцует, чем вот он, или этот... У нас один раз была... Ой, смешная ситуация. У нас был такой случай... Ну, это вот... Это просто... Меня же ко мне перебегают. Лоузя, у нас там за кулисами родители. Там скандал. Оказывается, представляете, одна мама свою девочку, дочку, на выступлении говорит, значит так, ты когда выбегаешь на сцену, ты не беги, не вставай в свою вот эту вторую линию, а беги вперед и вставай по центру. И эта девочка, вы можете себе представить, она бежит, играет музыка, начинается номер. Она встает не на свое место, а тот ребенок, который должен стоять на этом месте, мечется вот так, они начинают там выяснять, кто где стоит, но, естественно, номер сорвали. За кулисами мамы, видя вот эта мама, на место которой встала эта девочка, поворачивается... И там происходит... Там просто вот так вот, там просто клочья волос летели. Мы их успокаивали. Это было, но это было очень давно, у нас больше таких случаев нет. Но тогда это было просто... Я поражаюсь, думаю, вот это страсти. У нас никогда не было блата. Знаете, так, ой, тут у нас ребеночек пришел, вот там, какой-нибудь там звезды или кого-то. Давайте-ка поставим его вперед, выведем его вперед. Никогда такого не было. Ну, а вот кто все-таки топ-5 или топ-3 лучших хореографа у нас в стране, ну, кроме вас? Да нет, ну, я себя не считаю лучшим хореографом, паси Боже. Нет? Нет, ну, как лучший? Это же очень относительно, может быть, кому-то нравится, кому-то не очень. Там, лучший, вообще, что такое лучший? Я когда, знаете, вот проекта... На ваш взгляд, лучший. Лучшие танцоры нашей страны, мне хочется так... По мнению, хорошо, по мнению Аллы Владимировны. Ну, разве можно так говорить? По вашему мнению, вот кто, кого вы можете выделить? Ах, выделить. Ну, я вообще в своей жизни всегда была фанаткой безумной Игоря Моисеева, которого уже нет в живых. Это мой кумир. То, что он, конечно, вот при его жизни, да, то, что он делал, это потрясающе. Это актуально до сих пор. Вот смотришь, вот это был постановщик, вот это балетмейстер, это чудо какое-то, да. Или... Сейчас, сегодня. Сегодня, ну, из современных, да, хореографов. Ну, вы знаете, как-то не могу я ничего сказать. Сказать, что мне есть на кого равняться, допустим, да, в данный момент. Ну, не могу сказать. Не могу сказать. У нас, во всяком случае, в стране, да, вы имеете в виду? Да, я про нашу страну. Нет, ну, есть, конечно, там, неоклассика, допустим, да, там начинает появляться молодежь такая способная, да. Вот, ну, сказать, чтобы я вот пришла, допустим, на спектакль, и меня поразила хореография в самое сердце, тоже не могу ничего сказать. Мне... Это не от того, что я вот такая, ой, мне ничего не нравится. Да нет. Ну, просто... Я такой перфекционист. Вот я была в Большом театре сейчас, да, смотрела я Щелкунчика. Я не была на Щелкунчике. Я мечтала... До этого нет. Вот до этого нет. У меня время, у меня были билеты в прошлом году, у нас съемки в этот момент, и все. И я так расстроилась, думаю, нет, в этом году я обязательно схожу на Щелкунчик. Я пришла. Посмотрела. Что, плохо? Или хорошо? Я ожидала больше. Во-первых, ну, вы понимаете, когда танцовщик, солист, я не буду называть фамилии, делает Джетель Турнан. И у него сзади болтается нога, понимаете, и он приходит и клюет носом. И у него сзади, да... Ну, я считаю, что в большом театре. Но солисты не имеют на это права. Ну, не имеют. Они должны быть... Ну, понимаете, мне нельзя вообще смотреть балет. Я все время где-нибудь что-нибудь найду. Такой я. Вот, ну, это вот, ну, это плохая, вот, не знаю. Так вот, если это, ну, на каком-то таком уровне, ну, хорошо, весело. То есть расслабляться не получается, да? Нет, ну, если ты в большом танцуешь, это вообще что-то площадка. Я не знаю, это же бренд такой вообще мировой. Ну, почему ты это делаешь так? Или она вращается, солистка, ну, балерина, прима, да? И у нее, она не может сделать, простите, ни фуэте, ни... У нее вращение, она смещается, не стоит на ногах, куда-то ее вводят. Это что такое? Какой-то состав был какой-то неосновной? Да, может быть, и неосновной. Но, вы понимаете, это факт. Я уже в который раз, я прихожу туда, но меня, например, это не радует. Ну, это я такая. Зритель довольный, они не понимают, что где-то чего-то немножко там, понимаете? Это я понимаю. Но я считаю, что это должно быть основательно, это должно быть просто идеально, филигранно, понимаете? А вас не приглашали когда-нибудь ставить что-то, какой-нибудь спектакль? Я, значит, на сцене Большого. Мы работали, у нас, конечно, это вообще абсолютно тоже неожиданная какая-то... Как в сказке. Значит, мне звонит Андрес Лепа, говорит, Луся, Майя Михайловна Плесецкая вас приглашает в свой творческий вечер. Вы представляете, работать в Большом театре. Я не поверила своему шагу. Я говорю, как? Я говорю, не может быть, не может быть. Потому что до этого мы должны были работать. Был какой-то там вечер, посвященный нашему артисту, и в Большом делали. Мы должны были все выступать, а нам, говорят, не формат Большого театра. Тодес не формат Большого театра. И мы не выступали. Ребята сильно очень расстроились, мои очень сильно. Я говорю, ребята, вы не волнуйтесь, мы все равно станцуем на сцене Большого. Я вам обещаю. Я говорю, я знаю, что мы обязательно это сделаем. Ну и что вы думаете? Представляете, значит, она приглашает нас на свой творческий вечер. Куда? Вот там ансамбль Игоря Моисеева, из приглашенных гостей. Тодес и еще двое солистов. Один испанец, очень много там международных звезд. И наши самые, ну имена там Лопаткина, да, Захарова. Ну все, все суперсолисты. И мы. И я даже заплакала. У меня такая радость. Я говорю, ребята, вы представляете, нас пригласили. Значит, мы в Большом, на Му-Майе Михайловне. Наши, естественно, радуются. Мы решили, значит, там, решили режиссер, значит, что мы танцуем. И вы представляете, она уходит. И, конечно, надо же, вот так случилось. И проходит какое-то время, значит, и говорят, мы все равно будет, будет этот вечер в Большом театре, обязательно мы его проведем. Вот. И Щедрин сказал, значит, там хотели нас убрать. Нас, еще кого-то. Ну, то есть, новые, нету Майи Михайловны, значит, режиссер решил как-то немножечко свое видение включить. На что Щедрин сказал, не сметь, вот то, что написано рукой Майечки, значит, вот если не будет в этом спектакле Тодоса, значит, не будет спектакля. Она так хотела, и это будет так. Представляете? И мы станцевали в Большом театре, зал аплодировал, просто мы там овации сорвали. Мы ворвались в вихрем туда, у нас был массовый номер. Такое вообще отношение к нам было прекрасно, особенно у рабочих сцены, они готовы были нам эту сцену, нам же нужно было репетировать, выглядеть, там такая ответственность, боже мой, это. Для вас это главная была победа? Конечно, ну вы представляете, вот эта оценка, я не знаю, для любого хореографа, для любого танцовщика, ну выше оценки нет, понимаете? То есть все уже топ? Ну конечно, у меня аж мурашки, вот вы понимаете, вот у меня мурашки сейчас. Ну вот она, главная оценка. Поэтому меня так забавляет всегда, вот когда что-нибудь там начинают там, так немножко, как говорят, караван идет, а собаки лают, караван идет. Это вот кабинет. О, это кабинет, какой красивый кабинет. У нас всегда говорят, как об очень позитивном человеке, что вы всегда веселая, всегда улыбаетесь, что у вас всегда хорошее настроение, ну или, по крайней мере, вы его транслируете, но при этом вы носите всегда черную одежду. И она как бы считается, ну как бы такой, одежда все-таки, ну не траурная, ну, по крайней мере, вот такой вот строгой. Это у нас считается траурной, кстати. Вы знаете, что не везде она. Ну, я вам честно скажу, вы понимаете, я когда в черном, я получаю комплименты. Так было всю жизнь. Ой, Луся, как ты хорошо выглядишь. Ну и как-то так повелось. Потом она, я же, вы понимаете, у меня, я очень люблю покушать. И у меня, представляете, у меня сейчас, мне Леночка Малышева, значит, подарила на Новый год вот такую коробку своей, значит, прекрасной диеты. И говорит, только Алла, надо настроиться и тогда начинать. Так вот я настраиваюсь уже три месяца. У меня в морозилке лежит вот эта вот вся ее диета. и я никак не могу на нее сесть. Понимаете? Это же вообще-то анекдот. И мне звонит, там, от Леночки, значит, она там нас соединила, чтобы она курировала меня. И она говорит, Алла, ну вы как? Пока я, ну вот я вот сейчас, вот Новый год, будут новогодние праздники. Вот сейчас вот, ну как, ну я же не могу на Новый год. Вот после Нового года я обязательно сяду на эту диету. Значит, проходит Новый год, приезжают мои племеши. Я начинаю готовить там пироги, то-сё, ну как можно? И, в общем, сейчас что у нас? Конец февраля? Да, ну вот, вот. То есть понедельник, а уже два месяца. И до сих пор вот даже вообще близко. Ничего не произошло. Каюсь. Начну когда-нибудь, правильно? Так, значит, у вас основной цвет в гардеробе чёрный получается? Чёрный он меня ещё так... Вы что думаете, я отделась вот так сейчас? Просто так? Нет. У меня есть в гардеробе и тай-дай, и что только. Там розовая, и голубенькая, и в общем всё. Но я обычно одеваю чёрное, потому что меня это немножечко так, ну, скрадывает, скажем. А шоппинг-то вы вообще любите? Очень редко. Я его обожаю. Шоппинг я обожаю. Я когда прихожу в магазин, у меня идёт такую, как перезагрузка, потому что я это делаю очень редко. Ну, раз в восемь у меня получается в году зайти, значит, куда-нибудь там, я не знаю, в магазин. И уже, ну, я обожаю. Я могу провести, вот, зайти с открытия и выйти к закрытию. А что покупаете в магазинах обычно? Чаще всего обувь. Самое смешное, что я люблю одевать одно и то же. Вот одела в любимый какой-то костюм спортивный. И я пошла. И вот я пошла. И работаю в нём, и работаю. Я пока вот в муку, в муку вот не сношу. Но это тоже, я, ну, вот, вроде комфорт люблю в одежде, но я думаю, что это все, у всех, не думаю, что себя мучат прям. Хотя есть, наверное, тот, кто мучает, лишь бы было красиво. У меня нет, у меня такого, мне в первую очередь удобно. Ну и как-то, ну, потом я не ищу жениха, понимаете себе? Момент такой. Если бы я сейчас жениха себе искала, ох, я бы, наверное, сейчас вот такие вот каблуки одела. Там, я не знаю, всё это. А я наоборот, я ж так это. Я, кстати, вот одеваюсь для себя. Я, кстати, не одеваюсь для мужчин. Вот даже, даже гипотетически. Всё правильно. Мне кажется, это как-то... Женщина так и должна. Так ты себя увереннее должен чувствовать, и тогда на тебя и так обратят внимание, мне кажется, если тебе комфортно, и ты себя любишь, не знаю, хорошо выглядишь. Да, это прекрасно. Именно так это и должно происходить. Но у меня, мне наоборот хорошо, когда на меня не обращают. Вот поэтому вы, наверное, чёрный цвет тоже носите, чтобы как-то вы... Я вот ненавидела это с детства. Ну, допустим, понятно, я девушка молодая, 16 лет, вот такие волосы у меня, значит, кудрявые. И я иду по улице, и, естественно, взгляды там, и там, девушка! А я в этот момент думала, о, стволочи, отстаньте от меня. Вот я, это удивительно. Ну, вот я никак... Не любила внимания? Я любила единственное... Знаете, что, когда я начала танцевать, и вот зрителей я любила. Я любила вот эти глаза, там, да, такие восхищённые, что ли. Вот на сцене, да, а в жизни... Нет, конечно, я лукавлю, естественно. Это смешно говорить, допустим, что мне неприятно там внимание, но близких мне людей, людей, которых я знаю, которых... Да, вот здесь, конечно, если я нахожусь в компании, и... Ну, тоже зависит от настроения. Иногда так забьёшься в креслице, и так хочется просто тихо, спокойно посидеть, чтобы не принимать даже участие в разговоре, а просто вот чувствовать их рядом, и всё. А иногда хочется, конечно... А комплименты умеете принимать? Ну, да, я понимаю, что иногда это тоже всё так. Ну, когда вам говорят, что вы красивая, как вы реагируете? Ну, вы знаете, у меня есть дни, когда я очень неплохо выгляжу, допустим, если мне говорят, ой, Луся, ты хорошо выглядишь. Я говорю, спасибо за комплименты. И, конечно, я чувствую, я же вижу, ну, какой там я выгляжу. Порой, когда работаешь с утра до ночи, нет времени там себя даже в порядок привести, и когда делают комплимент, ну, тут я понимаю, что это из вежливости. Ладно. Это люди хорошо воспитанные, ну, в общем-то. Но вы же не знаете, как люди вас видят. Это только ваши ощущения внутренние. Ну, может быть, может быть. Так, пустует, пустует пока ещё гардероб. Ребята, не вовремя мы приехали, пока ещё нету. Да, 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 здесь ещё смотреть нечего. Нечего, да, у вас даже как-то и сумок особо нигде нет. А сумки вы любите? Да, сумки я люблю. У меня сумки внизу. Их много, потому что знают, что я люблю, дарят. Потому что у меня очень большой коллектив, ну, понимаете. И они, когда у меня день рождения, вот они там... Они скидываются и покупают, да? Да, что дарить. И вот у меня очень много от коллектива именно вот таких подарков. Причём мне обычно, вот что касается магазина Лусь, пойдём в магазин, посмотри, что бы ты, ну, хотела. Чтобы не было, как говорят там тоже мои подруги, добро пожаловать в мир ненужных вещей. А какой самый памятный или ценный подарок, который вы получали, может быть, от своей команды, может быть, от кого-то из близких? А, значит, они мне подарили на мой юбилей. Команда ваша? Вся моя команда, но их очень много. Машину. Да вы что? Да, ну, правда, я чуть-чуть доплатила, но там не хватило. Но основную, вот основную... Мерседес, джельку. Ничего себе! Вот для чего нужно создавать такую империю? Их много, но их очень много, очень много. Вот для чего такую империю нужно создавать? Тысяча, тысяча пятьсот человек, вот, тысяча пятьсот человек. Ну да, так вот скинуться по чуть-чуть и прям уже и на квартиру можно наковырять. Так что, да, вот этот подарок. А я до этого говорила, говорю, вот, знаете, я смотрю, я преклоняюсь перед женщинами, которым дарят дорогие подарки. Им и квартиры покупают, и машины, и шубы, бриллианты, там, вот не весь что. Мне, ну, вот, как-то, я не знаю, никогда вот ничего такого... Не, ну, не совсем так, конечно, там, кольцо мне там дарили, понятно. Ну, как-то, в принципе, вот дороже туфелек. Как-то ничего, я не могу понять, я думаю, что-то я, наверное, делаю не так. Нет, не так, на самом деле мужчины чувствуют, что вы и сами себе можете заработать и купить. Ну, наверное, ну, наверное. А обычно дарят тем, кто, как бы, ну, производит впечатление таких вот слабых, таких вот немощных девушек или тех, кто... И умеют как-то намекнуть, наверное, потому что есть очень, я говорю, очень умные женщины, они так повздыхают рядом там с какой-нибудь сумочкой так, и скромно отойдут от нее. А мужчина смотрит, они скажут, какая классная сумочка, мне бы очень ее хотелось. Да, дорогой, я понимаю, что, ну, конечно, это может быть неуместно. Есть курсы. Алла Владимировна, есть такие курсы, специальные. Да, ладно. Да, когда тебя обучают, как, как бы, разводить мужчину. Да, на всякий... Ну, а что, ну, как бы... Нет, правда, поздновато уже, но вообще надо сходить. Ну, почему никогда не поздно? А замуж еще пойдете? Нет. Нет? Нет. Категорически. Нет. Почему? Не пойду. Я сказала, ну, у меня есть друзья, да, допустим. Друзья-ухажеры? Ну, да нет, наверное, уже друзья. Друзья. Вот я могу там куда-то вот путешествия. Я дружу, кстати, со своими бывшими мужьями. Я, допустим, вот сейчас мы ездили отдыхать. Я с ними очень хорошо дружу. Вместе? Вместе ездили, да. Но это не значит, что там у нас какие-то близкие отношения. Но мы дружим. А можно ли говорить о том, что вы ради карьеры отказались, можно сказать, от личной жизни? Ну, да, можно. Да, можно сказать. Это какой-то осознанный шаг был? Я думаю, что это еще... Как сказать? Может быть, у меня не сложилось. Вот если бы... Хотя... Сложно. Вот сложно об этом говорить. Я думаю, что, наверное, я виновата. Думаю, что я. Потому что... Опять-таки, надо же с пониманием... Это то, о чем вот я вам говорю. Нужно вкладывать душу. Надо отдавать эту свою любовь. А ты приходишь вымотанная. Вот выжатая, как лимон. И тебе получается как бы... Ну, что такое семья, да? Это обоюдная. Ну, это... Во-первых, это партнерство прежде всего, да? Если рядом человек, который, допустим... Мне кажется, надо заниматься все-таки... Ну, одним и тем же. Чтобы понимать, что происходит. Чтобы в одной сфере работать. Думаю, да. Потому что это все-таки точки соприкосновения. Есть всегда о чем поговорить. Вот. И, наверное, какое-то понимание. Ну, тут что происходит? Я, допустим, руководитель. Я руководитель. Я женщина. Ну, это... Я вам сейчас... Все смотрели фильм «Москва слезам не берут»? Конечно. Вот. И я понимаю, что у мужчины всегда немножко это... Вот, там, она мне на работе, там, что-то не так на меня посмотрела. Или сказала, или сделала мне замечание при, там, посторонних. И все. Это обида просто, не знаю, там, на неделю. Подождите. Но если бы мужчина, наоборот, был бы над вами, то есть был вашим руководителем? Или как-то так бы случилось, что он был в той сфере? Мне предлагали выйти замуж. Он говорит, вот, допустим, у меня были... Ну, только если ты, значит, вот не будешь работать с Тодосом. Прямо так ребром? Все. Значит, вот, да. Только вот, чтобы вот этой работы не было. И, ну, ну, как, ну, это такое предательство прям с моей стороны по отношению. Это же тоже дитя мое. Это же тоже мой ребенок. Это ваш первый муж, так сказала? Нет, не первый муж. Это мне предлагали выйти замуж. Предлагали, понятно. Да, предлагали выйти замуж. Ну, с условием. Отказаться от карьеры. Да. Ну, вы, собственно, естественно... Нет, конечно, видите. Я же не отказалась. Вот. И очень часто такое происходило. И, ну, опять-таки, я говорю, у меня не хватило сил на семейную жизнь. Это моя вина. Я считаю. Это ваша ванная? Да. Это главная комната после кухни? Можно, наверное, зайти, но тут у меня вот этот, тут у меня, как, моя косметика. Косметика. Я слышала, что вы очень любите духи. Ой, да. Тут небольшая, да, коллекция? А здесь не духи, здесь такие всякие мазилки, чуть-чуть духи. Мазилки тоже, ну, вот духов, да, у меня много. Но они не здесь. А, ну просто, то есть у вас не открытые. Эти не открытые, потом вот там у меня духи тоже. И еще у меня, ну, вот на старой квартире. Да, духи обожаю, запахи. Причем мне больше нравятся мужские парфюмы. Они такие более какие-то вот... Насыщенные. Насыщенные. И, да, и у меня очень мало, кстати, запахов таких, там, роза. Ну, понятно. Или там... Ванилька. Какой-то, да, такой, такие, в общем... А сколько в коллекции штук не считали? Ой, сейчас. Я специально не считала, конечно. Но думаю... Ну, 150 точно есть. Просто парфюмерный рай какой-то вообще. Ну, мы вам не покажем. Это за долгие годы. Тодесу 34 года в этом году. Да. То есть 34 года назад Алла Духова, в общем, вот эту всю машину запустила. Да, 34 года нам. И, ну, сейчас вот, ну, что я могу сказать? Действительно, у нас есть свой театр. Наша мечта вообще осуществилась наконец. И уже идет 7 спектаклей, несмотря на то, что театр, можно сказать, там, недавно у нас родился, да. Иметь свою площадку в Москве, иметь труппу 180 человек уже, представляете? 180. 180 человек труппа, которые работают, это постоянные. Вообще поле деятельности большое. У нас, опять повторяюсь, 127 школ. Самая крупная сеть танцевальных школ в мире. Вот, в книге рекордов Гиннесса мы. У нас свои мастерские, у нас своя одежда. Тодесвер называется. Вот, у нас... Салоны даже свои. У нас есть, да, салон. Ну, он такой, мы его открыли так. Для себя. Для себя, да. Вот. Что у нас есть еще? Да, мне кажется, более чем достаточно. Вы перечислили такую империю просто. Вас обожают все просто. От детей, которые занимаются у вас в вашей школе, до ваших, собственно, артистов. У всех там солистов, до танцовщиков. Вот как вам это удается? Потому что в моем представлении, когда у тебя такой большой коллектив, то тебе нужно как-то держать всех в ежовых рукавицах, как-то немножко в страхе даже где-то. Но при этом как-то нужно сделать так, чтобы люди тебя все равно любили, уважали, чтобы вот они хотели от тебя слушаться и с тобой работать дальше. Мне кажется, что главное, ну, вот, руководитель не должен быть самодуром. В данном случае с самодурой. Как выражается. Ну, то есть, если, ну, как бы делаешь замечание, ну, по существу, ну, если действительно человек, ну, навалял непонятно чего, ну, вот в этом случае, да, конечно, ты делаешь замечание. Иногда в такой достаточно жесткой форме. Я видела, как однажды вы какой-то отбор проводили, и кто-то выходит на сцену, и вам не понравилась фигура этой девочки, вы сказали, не, ну, давай ты там похудей, как бы, и потом приходи. Но вы это сказали с какой-то улыбкой, вот даже как-то меня это не задело и не обидело. То есть вы как-то умеете, возможно, с улыбкой или как-то не со злобой делать какие-то замечания или, не знаю, может быть, где-то критиковать или просто, ну, какой-то конструктив выдать, что это не обижает? Ну, я очень не люблю, когда унижают людей. У меня на физическом уровне, я вот, допустим, не могу, у меня есть знакомые, которые даже, ну, вот приходим в ресторан, ну, особенно вот в сферу обслуживания, и почему-то у очень многих есть такая манера, не глядя, вот, я не могу. Я, когда это вижу, у меня внутри, вот, как будто что-то рвется. И поэтому я стараюсь всегда, ну, допустим, сама даже если, не, когда эмоции перехлёстывают, я могу там, даже, может быть, не знаю, обозвать как-то. Или, там, не знаю, ну, не очень обидно обозвать, ну, даже ненормативную лексику я могу применить. Да. Такое бывает. Ну, это к профессионалам, ни к ученикам, упаси Боже. Вот. Но я всё равно, я, я не люблю унижать, ну, я не люблю, ненавижу унижать людей. То есть даже если нужно сделать замечание, всегда можно это сделать деликатно. Ну, как-то так, чтобы, ну, не обижать. И я терпеть не могу, когда кто-то плачет, обижается на меня. Это поразительно, но во мне это вызывает не жалость, а раздражение. Вот прям раздражение. Я не могу понять, ну, за что же ты на меня обижаешься? Как ты можешь на меня обижаться? Я же говорю чистую правду. Мне кажется, у вас в коллективе всё-таки есть вот такой культ. Всё-таки Аллы вот реально вас обожают, вас, ну, вот как бы, ну, не молятся, понятно, на вас, но всё равно все вот, кто с вами работает, они реально вас влюблены. Ну, в таком хорошем смысле. Ну, я не знаю. А у вас, по-моему, традиция, да, когда педагог ходит, всегда все хлопают. Просто низкий поклон, ребята, вы все очень крутые. И у вас очень крутой педагог. Это вот как у вас удалось всё-таки это сделать? Не каждому руководителю удается достичь такого. Ну, мне кажется, это просто элементарно, но отношения к ним, они, наверное, чувствуют мою к ним любовь. Конечно, я стараюсь ко всем относиться очень внимательно. Допустим, во время пандемии мы никого не уволили, я не уволила ни одного человека. Я потратила все свои деньги, все вот, что у меня были, на то, чтобы сохранить коллектив. А какой вообще критерий отбора к вам вот в труппу? То есть вот я знаю, что вам важно, чтобы человек был в определенной физической форме. То есть, например, сейчас на Западе, да, достаточно такой вот более свободный. Ой, не говорите про это. Я это видеть не могу. Нет, я ничего не имею против форм. Очень красивые, женственные формы. Ну, тогда они должны быть какие-то... Ну, если вы раздеваетесь, ну, тогда это должно быть такое спортивное хотя бы, да? Ну, это же сейчас, вы понимаете, меняют сознание людей. Вот в чем ужас-то. Я не против форм. Я сама, простите, не тростинка. Нет, я не об этом говорю. Просто то, что сейчас, допустим, вот я смотрю там по МТВ, показывает. Боже мой, да это же ужас. Это значит, что все это... Все ниже пояса. Тексты ниже пояса. Значит, вот эти тела, какие-то немыслимые, да, такие даже не спортивные, скажем так. То есть навязывают какой-то вот нам такие стереотипы. Мне кажется, что это так, потому что их все больше и больше. И ну как можно петь вот вся песня о том, как доставить мне удовольствие? Причем в подробностях. Да это же, ну, ужас. Ну, это значит, надо там, как, знаете, эти каналы для взрослых. Значит, надо писать там канал для взрослых. Ну да, но сейчас вообще все меняется. Понятно, новое время. И вот как раз-таки новая этика появилась. И даже вот Богомолов недавно целый написал на эту тему манифест. Не знаю, может, вы читали, не читали. Вот что вы об этом думаете? Как вы к этому относитесь? К тому, что вот сейчас какие-то появились новые понятия, норм и так далее? Ой, не знаю. Я как-то к этому не очень хорошо отношусь. Ну, совсем я нехорошо к этому отношусь. Я не за то, чтобы с экранов неслась ненормативная лексика. Я не ханжа. Я сама ее употребляю. Но мне кажется, она нужна к месту. Всегда к месту. Да. Потом дети наши, ну, не должны они слышать это. Они сами разберутся. У них и так. И, конечно, у них скажут, ой-ой-ой, а что у них там в школе, даже в детском саду? Они уже, ну, правильно, тут уже семья. Да, знаете, как в общем-то, как в семье заведено. Собственно, каждый ребенок из семьи приносит. Да, в социум. И наоборот, все это происходит. Обмен, скажем. Да, но вот так вот, чтобы мы предлагали им, нате, посмотрите, и вот вам, извините, вот такая жопа на весь экран. Да, голая причем. Мне надоели голые жопы. Ну, серьезно. Ну, их столько уже вокруг. Ну, понимаете, ну, куда они глянят. Знаете, мне тут рассказывал один знакомый режиссер. Не буду говорить, кто из наших артистов, значит, вот пришел, клип снимает, значит, снимите клип. Ну, и вот, значит, ну, а что, там, ну, придумали, там, референс, там, предоставили, все придумали. Что? Он говорит, да нет, мне лучше, знаете, чтобы, так, мне Ролл-С-Ройсы подогнать, значит, телок, значит, чтобы жопы были видны, и порошок, и чтобы мы вот так... А, я не могу. Ну, это правда. И вот так очень многие вот хотят. Но я их понимаю. Знаете, они насмотрятся вот этих MTV-шных, ну, этих роликов. Да. И все, и для них, им же кажется, что вот, вот это, это самое вообще наивысшее, чего можно достичь в этой жизни, понимаете? И им хочется, естественно, ну, повторить где-то, даже на подсознательном уровне, они, может, даже и не понимают, почему у них такие желания. Ну, и плюс, наверное, еще такие желания, может быть, там, по молодости, да. Хорошо, если тверк в джинсах. Еще ладно, вот, нормально. Но когда это, я говорю, на весь экран опять... То есть, Ники Минаж, Карди Би, это не ваш репертуар? Ну, надоело, ребята, надоело. Дайте что-нибудь, я не знаю, дайте какой-то эстетики. Я не говорю, что все должны быть вылизанные, там, я не знаю, полностью закрытые. Ну, уже надоело смотреть на одно и то же. Ребята, ну, почему вы считаете, что нужно выдавать только тело? Оно собирает больше лайков и просмотров. Ну, до поры до времени. До поры до времени. Мы в Зальцбург приехали, ну, тоже пошли на Аиду. Ну, как Зальцбург, это родина Моцарта, да, ну, все это. Приходим на Аиду. Новое прочтение Аиды. Как этот новый виток режиссера называется. Что я вижу? На пилоне, значит, топлес. Вот на таких вот, простите, этих платформах работает девушка. И вот половина спектакля, вы представляете, она там появляется периодически. Ну, послушайте, ну, это же Зальцбургская опера. Вот я против. Вы меня вот хоть и режьте. Я не против этих спектаклей. Окей, если у вас душа горит, поставить это именно так. Вы считаете, что это нужно показывать зрителю? Да, это имеет коммерческий успех. Все понятно. В вашем театре мы не увидим голых поп. Никогда. Никогда. А вот мужчины, которые танцуют на каблуках и вот как-то переодеваются в женщин. Есть же стиль там определен, там, джаз-фанк, вок. Это же, в общем-то, еще с Мадонны началось, да, там. Он такой элегантный очень. Я, например, восхищаюсь ребятами, которые очень пластичны. Они очень пластичны. И это красиво. Это удивляет всегда, да. Потому что, ну, у девушек, ну, естественно, им проще. Они физически так устроены, биологически, что называется, да, вроде проще. И когда ты видишь вдруг там молодого, симпатичного танцовщика, который обладает гибкостью, да, такой, пластикой, это восхищает. Но я не за то, чтобы, допустим, они ходили, танцевали, там, может быть, на каблуках, ну, еще ладно, да, допустим, смотря, опять-таки, смотря кого они играют. Может быть, они играют, ну, если бы... У нас же этот, помните, гениальный совершенно артист, миллиард артист, который играл бабу-ягуну, ну, лучше его никто не играл эту роль. Вот. И когда у мужчины, допустим, он играет роль женщины, ну, такое случается, ну, он может и станцевать. Так же в спектакле, да, на каблуках. Ну, когда это танцуется? На каблуках, допустим, я вижу на каблуках мужчину, в стрингах, допустим, да. И, ну, я не знаю, я могу простить действительно, если какая-то, ну, я не знаю, супер грациозная пластика, или он что-то делает такое, чего я не видела никогда в жизни, с точки зрения хореографии. Я скажу, да, мне это интересно. Но когда ничего, допустим, нету в этом такого особенного, ну, я, допустим, мне не очень это нравится. Ну, о вкусах не спорят. Ну, у вас такого не увидишь в театре. Нет, нет, никогда. Так, окей, так, давайте подытожим. Все-таки какие критерии отбора в труппу? Ну, во-первых, первое, ну, конечно, нужно иметь способности, хорошую форму. Мы берем, вообще у нас в коллективе ребята только из наших студий. Они учатся в наших студиях, и вот сейчас труппа исключительно состоит только из наших учеников. Это, естественно, талантливые, способные дети. Которые приходят нам сначала, да, на платной основе, а потом мы им даем бесплатное обучение. Так же, как у нас есть семьи из малоимущих семей, они у нас занимаются тоже бесплатно, и у нас очень много бесплатников. И на 127 школ у нас, мы посчитали, где-то 2000 человек обучаются бесплатно. Это я вам между делом хвастаюсь, вот, и, естественно, это, ну, должен быть талант, они должны очень быть увлечены, им очень должно нравиться то, что они делают, вот. Ну, естественно, понятно, способности, техника и внешний вид, конечно. Я не говорю, что они все должны быть как тростиночки. Нет, у нас есть, у нас абсолютно там разного роста ребята танцуют, и разные где-то комплекции, но все равно они должны, конечно, они должны быть в форме. Это однозначно. Ну, я вообще заметила, что у нас на эстраде везде, где, ну, как бы, ребята танцуют, там, подтанцовка, они все обычно очень стройные, подтянутые, прям сухие, я бы сказала. А если смотреть на западных звезд, то у них там вообще все по-другому, там, у Бейонсе, у них там девушки с такими формами и так далее. То есть там это как-то считается нормальным. А вы видели Little Big? Там вот есть даже у них клип. Ой, смешной такой, колесенький. Да, он такой, ну, он же-то очень пластичный. Так мало того, у нас в студии очень много таких пухляков. Я их обожаю, особенно, я каждого знаю по имени. Да, ну, мы на фестивалях же встречаемся, я вижу ребят. Потому что они мне очень напоминают моих детей, они тоже были пухляками, и старшей, и младшей. Я когда вижу вот такого пухляка, и у меня такое умиление, я не могу, мне прям хочется сразу их прям зачавкать, не могу. Они, как правило, в какой-то момент их родители все-таки, папа отдает их в спорт, говорят, так, нечего заниматься ерундой, иди-ка ты там, позанимайся хоккеем или футболом, или какими-нибудь единоборствами. И вот они туда приходят, их тренер нахваливает, потому что они очень координированные. Они приходят от нас просто настолько координированно, они знают, ну, чувствуют свое тело, и у них в спорте очень большие успехи. У нас даже есть чемпионы по боксу там вот от нас пришли, представляете? Вот, так что... Мне кажется, у вас такое количество людей прошло в ваших школах, что везде можно найти выходцев, так скажем, из Тодеса. Вообще, бомба! Все, я теперь тоже хочу танцевать. Ну, все, надо будет, да, прийти. Что там, какие базовые есть какие-то движения? Может, я что-нибудь сейчас расскажу? Ой, их столько! Сейчас не получится? Какое-нибудь одно дайте я хоть разучу, я приду, хоть мужу покажу. Ну, давайте, да. Что-нибудь попроще, прям тиктоковского формата, типа вот вообще, чтобы совсем... Одна клетка, это очень важно, мне кажется. Видите, это девочка, чтобы работала. Вот. Также можно еще и бедрами. Маленькие клетки. Одна клетка. Короче, друзья, вы поняли, да? Это база, это база. База, база. Это всего лишь база. У вас будет приложение в скором времени, да? Да, да, да. Которое можно будет это все разучивать. Да. И будете так же гениально танцевать, как ребята. Говорю, сносят энергетикой в зале просто космически, то есть реально до мурашек. Короче, друзья, мне кажется, этот выпуск должен вдохновить вас заниматься спортом, заниматься танцами. Блин, я прям уже захотела, честно говоря. Как ворвусь вообще. Ну и вообще-то, если вы чего-то хотите, идите к своей цели, добивайтесь ее. Потому что, видите, мечтам свойственно сбываться. Есть миф о том, что у вас в школе учат танцевать группами. То есть вот отдельно человек, когда он выходит, он не может танцевать. И вот типа обучают группами. Откуда это все берется? Я не могу понять. Вот так вот говорят. Это правда, нет? Ну что вы. Тогда бы у нас не было солистов в театре. Я вот как раз говорила о том, что у нас в театре нету кордебалета. У нас все солисты. У нас, допустим, у нас тоже наш Ильдар Гайнудинов. Очень талантливый мальчишка. Я его, он для меня все равно ребенок всегда. И мальчишка, ему уже сейчас 21 год, 20 лет. Но он для меня все равно, вот он к нам пришел вот таким. И он талантлив от Бога. И плюс в нем сочетается колоссальный совершенно талант. И плюс трудоспособность. Он столько, сколько он работает, не работает вообще над собой никто. Вот. И он на World of the Dance выиграл 100 тысяч долларов. Представляете, он выиграл World of the Dance. Ну, наверное, у нас есть солисты. Мы вам доказываем, что у нас солистов, и это еще не все. Индивидуальности нет. Сейчас вам покажем нашу индивидуальность. Не, ну что это? Что это за разговор? Ну, правильно. Правильно? Ну, конечно. А вот так вот развеиваем все мифы, между прочим. А говорят еще, что оттуда скопируют какие-то другие постановки. Ой. Что вы используете? Ну, это... Элементы. Копируют. А кто это говорит, интересно? Я не знаю. Ну, так говорят. Вот мне бы интересно посмотреть ему в глазки-то. В глазки. Нет. У нас, значит, был один момент, я очень смеялась. Долго. Значит, у нас, я его не знаю, честно говоря, у него какой-то коллектив. Мальчик очень возмущался, что взяли, значит, и скопировали на наших открытых уроках какой-то наш педагог, значит, в каком-то нашем номере на открытом уроке, ну, сделал аж, знаете, как восьмерками все отчитывается. Значит, украл его хореографию. Значит, я, ну, мне интересно стало, я говорю, ну-ка, покажите мне, где это, кто украл. Оказывается, у нас, ну, один из наших педагогов взял, и вот, представляете, вот есть восьмерка, ну, мать, там, раз сына, и три, и фу, и пять, и шесть, и семь его. Вот, представляете, аж вот раз, и два, и три, четыре. Значит, вот он, ему понравилось, видимо, что-то, и он с детьми, представляете, маленькими, выучил вот эту вот на четыре счета, представляете. Я говорю, боже, из-за этого сыр-бора, я говорю, вы понимаете, что вот нашу хореографию, вообще вся страна танцует. Танцуют наши русские, там, наш русский танцует. Вот все наши номера, самодеятельные коллективы танцуют нашу хореографию. Я этим горжусь. Мне это очень нравится. Мне не нравится, когда люди где-то там в Турции, допустим, пишут на афише «Тодес», танцуют нашу программу, а это не «Тодес». Такое бывает? Да вообще, ну, бывают и очень часто. А вот тут как-то кому-то куда-то подавали? Нет, мы у нас с этим все в порядке. Мы на законном уровне решаем этот вопрос. Но ладно, еще бы хорошо танцевали, я бы, может, знаете, как имя не позорили. Ну, я бы еще и ладно, да? Все-таки мы 35 лет зарабатывали это имя. И вдруг кто-то танцует, еле ногами ворочая, танцуют наши номера, наша музыка, костюмы. Вот все, полностью, да? Но это не мы. Вот тогда я возмущаюсь. А когда самодеятельные коллективы, детские, ну, танцуют наши номера. Ну, это же счастье для любого хореографа. Это же чудо какое-то, что танцуют, да и танцуйте на здоровье. Я понимаю, что мы конкуренцию составляем, что мы... Знаете, как мне один сказал руководитель одного, ну, дайте нам хотя бы вздохнуть. Он говорит, вы нам дадите вздохнуть вообще или нет? Я говорю, ну, ребят, ну, это же не мы, там, предлагаем себя. Ну, нас приглашают, что мы можем с этим сделать? Сказать, нет, мы не пойдем, дайте работу, слушай, профсоюзом заделаться танцевальным. Ну, можем. А у вас есть вообще конкуренты? Ну, очень много талантливых хореографов, очень много хороших танцовщиков. Вот, в плане, если брать всю нашу вот эту вот, скажем так, компанию большую, ну, наверное, нету. В плане того, ну, как-то сравнивать нельзя. Но есть, еще раз повторяю, есть очень талантливые ребята, и я прям верю, что в скором будущем они нас будут удивлять чем-нибудь. А кто из известных артистов, вот там, например, Влад Соколовский, воспитанники вашей школы? Влад, потом у нас... Надя Егошина, я знаю, да. Надя Егошина, потом... сейчас, 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 у нас много. Я знаю, что Катя Адушкина у вас очень долго училась, она даже влоги... Катя пришла маленькая девочка, и очень много. Снимала влоги, и, в принципе, она в процессе и стала знаменитой, популярной, как раз участвует. Конечно, конечно, да, это тоже наша девочка. А МОД? МОД у нас, да, в Краснодаре. Да, МОД тоже в Краснодаре. Значит, он, я помню, мы уже у нас на фестивале, мы его пригласили, значит, на нашу дискотеку. Ну, его пригласили, чтобы он перед нашими ребятами выступил. И он подходит ко мне и говорит, Аладдина, здравствуйте, а вы меня не помните? Я вам цветы дарил, я, говорит, в Краснодарской студии занимался. И я его вспомнила, да, он мальчишка был такой, да, да. Как вы всех их помните, у вас же такое количество. Они очень яркие, вы понимаете, если ребенок действительно способный, талантливый, да их видно сразу. Я сразу спрашиваю, так, как зовут, как зовут, так, ребята, я всегда говорю, берегите его, берегите. У вас еще, кстати, дочка Юли Барановская, Яна. Да, очень, она очень хорошая девочка. Она такая талантливая, ну, как мне кажется, я смотрю и вообще в шоке. Яна, вообще чудо, она пришла к нам со всем малышкой, вот, и вот ребенок сразу затанцевал. Она сразу встала у нас в первую линию, по центру, она сразу стала солисткой, моментально. То есть, и она была самая яркая вот в своей группе, ей всегда сольные партии поручали там. Ну, в общем, да, очень хорошо там. Но она крутилась туда-сюда, ну, крутится в смысле всего. Она пошла на акробатику. То есть, затейный ребенок, настолько очень талантливая девчонка, замечательная. И, опять-таки, очень мало, знаете, вот, когда внутренняя энергетика, да, которым даже говорить ничего не надо. Вот она такая. И все, она понимает, как это делать. А какая вообще площадь всего этого добра? Шесть тысяч метров где-то, семь тысяч метров где-то так. Обалдеть. Ну, сейчас покажете нам, что здесь еще есть, кроме вот этого, говорит, пенсионного зала. Сейчас посмотрим. Пойдемте, ребята. Я пока вас в раздевалке не завожу, потому что там... А, там мужская раздевалка. Голые мужчины. Так, я пошла. Потом зайдем, да. Сейчас мы идем в Тодос ВР. Это наша одежда. Так, здесь одежда Тодос ВР. Ребята, вы тут? Мы идем с камерой. Здесь как шоурум или как магазин? Здесь типа шоурума, да, и здесь же он. О, вот наши девочки. Это детские такие вот бузюльки, костюмчики. Видите? Ой, класс. Классных цветов. Давайте я что-нибудь достану, смотрите. Да. Класс. Вот с такими. 23-й муфе. А почему стоит? А сколько стоит, да, кстати? Сколько стоит, девчонки? В детских районе 9, взрослые 1011. Да. Взрослые 1011. А вот взрослые. Такие это. Так, какой? Вот тоже. Это фэмили лук. Ну все. Какой размер? Берешь. Какой размер? Какой размер? А вы мне хотите подарить? Да, я подарю. Ребята, жир. Кто вам в этом во всем помогает? То есть вот этот вот весь, всю эту базу открыть, построить. То есть у вас есть какой-то партнер, инвестор? Нет. Вы одна? Да. Все это сами? Да. Да. А как это вообще, вот управлять этим всем? Ну вы же творческая единица. Да, есть директор здесь, естественно, по базе, эксплуатационная компания. Нет, нет, все на месте. То есть вы просто взяли управляющего, директора, который занимается вот этими всеми процессами? Конечно. Это второй этаж. Вот пойдемте. Значит, здесь у нас залы еще балетные. Вот такие большие коридоры. Костюмерные у нас вот здесь. Ну мы в нее заглянем, наверное, да? Ну так, не будем. Тоже хорошо. Большая. Большая. О, 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 о. Это костюмерка, но здесь не все. У нас в театре, конечно. Костюмы, да, еще основные. Просто посмотрите. Здесь вот так вот. Это просто... Да. Вот такая костюмерка. Представить? Здесь у нас... Это ящики, ящики. Невозможно представить, что одна женщина, вот это вот все, понимаете, организовала. Я не одна. Я же говорила, что если бы не команда, я бы... Так никто не спорит. Но вы же окружили себя грамотной командой, правильно? Это да. А единомышленников, людей, которыми как бы хочется все это создавать, делать и двигаться вперед. Ну вот меня знаете, что интересует? Вот все это выглядит как такая красивая упаковка, но за этим же огромный труд стоит. И наверняка были моменты сложности, когда там хотелось все бросить и что-то не получалось. Ну вот были ли такие периоды все-таки? Ну конечно, ну у всех случаются они, это понятно. И не все всегда получается. Иногда, знаете, как такая пробуксовка идет. Да. Как будто вот как в этом всем снилось, да, когда ты бежишь. Да. И на месте. Ты бежишь на месте и не можешь, ну сколько раз такое было. Ну я, да и ребята у нас тоже, ну как-то у нас принято, ничего, ничего. Мы вообще конченые оптимисты. Было ли предательство в вашем коллективе когда-то? Ну так, да, было, было. Ну так, это незначительно все, это как-то так. И так интересно, не сложилось как-то вот у них. Даже порой я думала, вот почему я, надо было мне, может быть, удержать или как-то вот по другому ситуацию выкрутить. Потому что не совсем прям сложилось вот у них такая судьба. И, ну это редчайший случай. Это просто за 34 года, ну я не знаю, может быть, один-два раза. Это танцовщики? Да, да, танцовщики. А вы умеете прощать? Вообще я не злопамятная, абсолютно. Я могу, вот у меня внутри, может быть, может все клокотать. Я злюсь, я обижаюсь. И могу ночью даже плакать, ну вот от обиды, да. Но проходит, мне надо, мои меня вот знают. Они иногда там что-нибудь, ну такое, ну незначительное. И они на глаза не появляются. Они знают, что день, два, три, все. Я уже, ну не помню я ничего. Алла Владимировна, вам бы дали уже много орденов, премий и так далее, если вы были гражданином Российской Федерации. Да, но я, нет, я его, понимаете, я его могу получить. Конечно. И я его обязательно получу. Когда? У меня никак не хватает времени. У меня держит только один момент. Мне приходится очень часто выезжать, причем спонтанно. Вот допустим, да, там по делам, по каким-то встречам с партнерами, по гастролям. Вот мне могут позвонить, допустим, там завтра и сказать, Алла Владимировна, вы можете, там у нас встреча, извините, так это все звучит, там в Париже. Ну сейчас пандемия, понятно. Или там надо встретиться с партнерами или что-то. И вот я на следующий день бегу, и мне надо купить билет. А у нас нету двойного гражданства с Латвия. И получается, что я просто, ну как бы, вот у меня не будет время визу сделать, да, допустим. Вот. Но я все равно, я решу этот вопрос, потому что мне предлагают его, предложили. И я обязательно это сделаю. Мне кажется, вам бы уже давно дали какой-нибудь заслуженного. Да, да, все, собирая уже документы, все. Ну вот держит. Раньше давали, вот Лайме нашей, ей дали, по-моему, заслуженная она артистка. Но в то время давали. Может быть, еще Советский Союз бывали? Да, 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 да. Ну, судя по всему, вам не настолько важны эти какие-то премии и награды, насколько любовь зрителя и вообще, в принципе, сама профессия. Получается так? Ну, награды – это приятно. Ну, значит, пора сделать. Я бы хотела, сделаем, сделаем. Конечно. Будем ждать. Так, вот это наш цех, Любанечка. Ой, еще, еще и цех. Нет, это костюмы, это открытые уроки. Здесь, видите, лекала, там лекала. Это вот здесь вот тоже все. Это вам на десерт. Да, нет, именно десерт. А без вас никакие ключевые решения не принимаются, да, даже по костюмам? Нет, конечно. Ну, я доверяю. Нет, костюмы, там, что касается театра и гастроли, да, это, конечно, это все с моих… Ну, вообще, окончательное решение, окончательное решение, конечно, всегда за мной. Вот еще. А когда вы время находитесь, все это согласовывать, утверждать? Вот я поэтому ухожу с утра и прихожу поздно вечером, потому что это, ну, действительно… Это просто город, мини-город, я вам хочу сказать. Да. Нет конца и края. Я, кстати, видела, что Анастасия Волочкова отвечала свой день рождения у вас на базе. Да, да. И даже снимала ваш кабинет. Да, да, да. И, правда, там какие-то были странные комментарии, как вы могли якобы пустить ее в ваш кабинет, кто-то стал вам писать. Что у вас вообще связывает? Да ладно, такие комментарии были. Она попала к нам на спектакль, ей очень понравился наш театр, он уютный очень. Вот, Лаурочка, приходите и, ну, вот влюбитесь в наш театр. Он настолько уютный, он такой вот, какой-то такой вот… Ну, и она пришла, и как раз у нее где-то месяц, наверное, даже меньше должен был состояться ее день рождения, и что-то там не срослось. Ну, и говорит, Усю, там, выручишь меня, вот, можно проведу? Я говорю, ну, конечно, конечно. И все, вы пустили сюда, и она как бы взяла аренду? Да, и пустили в театр. Не, ну, какая аренда? Ну, просто пустили, я имею в виду просто… Да, да, и она отметила день рождения. Ну, вы общаетесь, получается? Ну, мы общаемся изредка, но да, так получается. Понятно. Так, заходим. Так, это мой кабинет. Ой! Здесь у нас вот такой вот… Видите, я могу подглядывать, и мои всегда в курсе. Ребята, это просто роскошь. Ну, это да, это большой глаз, большой брат следит за тобой. Значит, вот здесь я все вижу. Никакого интима, друзья, там все видно. Поэтому, знаете ли, если что… Очень интересно, они, ребята, так поглядывают. Они всегда поглядывают сюда. Значит, я пришла или нет. А, да, проверка. Да, 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 да. И я появляюсь, если я подхожу, они, значит, моментально видят, что я пришла. И, значит, это очень смешно. Если они там что-то делают в полноги, начинается. А я всегда говорю, ой, Светик, я говорю, ты посмотри, ты посмотри. Я говорю, заметили, что я пришла. Ай, сразу. И давай там, да, потом, значит, поворачивается, улыбается. Мне все машут там. А, Владимир, ну, здравствуйте. И вообще это очень интересно наблюдать. Ой, как круто. Ну, кабинет, конечно, супер. Прямо хочется… Тоже Наташа гарнизова. А, да, все та же? Все та же Наташа гарнизова. Какая талантливая. Так, а спать оставались здесь когда-нибудь? Нет, спать я не оставалась. Это потом у нас… Ну, я здесь рядом живу, поэтому нету смысла. Смысла. Вот на Павелецкой я оставалась. У меня был даже в кабинете… У меня кабинет была такая, как маленькая спаленка. У меня взгляд, значит, упал на благодарственное письмо. Можно обсудить? Да, конечно. Но это еще не… У нас здесь не все и выставлено. У нас много. Пожалуйста, хочу обратить внимание. Я, честно говоря, впервые держу какую-либо награду, премию, благодарственные письма от, собственно, Владимира Владимировича. Смотрите. Да, это очень почетно. Это почетно максимально, я так могу сказать. Я тут даже поддержала, и мне стало почетно. Очень почетно, да. Благодарю вас за активное участие в подготовке и проведении саммита и экономического форума «Россия-Африка» в 2019 году в городе Сочи. Что вы там сделали такое? Мы работали, мы танцевали. Нас поблагодарили, говорят, ребят, ну, мы гордились вами. Ну, столько слов сказано было, что надо же, откуда… Сказали, откуда вот такое чудо. Вы сейчас еще паралимпийские игры, да, там открывали? Вот эти участники, которых вы видите сейчас на своих экранах, это представители ансамбля «Тодос». Мы на пара на Олимпиаду, мы должны были ехать на Олимпиаду, но у нас наших ребят, наших студийцев, понимаете, там нужно было ехать на три месяца, на четыре, а то и на пять. Ну, никого из школы, они же все в школах учатся, да, кто в учебных заведениях на такое большое время не пускали, поэтому мы не смогли. Я хотела немножко поговорить про ваше детство, потому что о нем вы рассказываете, ну, больше в общих чертах. А я все-таки считаю, что каждый человек родом из детства, и все сегодняшние наши какие-то страхи, там, неуверенности комплекса, они родом из детства. Я где-то читала про то, что вас обижали в детстве, и вы учились как бы давать сдачу. Вы где-то говорили, что вас там неоднократно обижали. Вот расскажите немножко об этом. Были ли, да, какие-то такие случаи в вашем детстве, которые вас закалили, ваш характер? Ну, как вот, знаете, на каком уровне обижали? Ну, как вот в детской песочнице, да, подошел, типа, отобрал игрушку на таком уровне, да, или там подошел кто-нибудь и лопаткой полбу дал. Ну, как у детей. А у меня мама говорила, Аленка, ты давай сдачи, она же детдомовская у меня, мама. Я не могла понять, как это так, как я могу взять и кого-то ударить. Ну, это же больно. Это я вот так, вот в таком возрасте я это понимала. Вы научились в итоге давать сдачу? Я научилась уже постарше, когда я была. Ну, у меня, знаете как, я очень терпеливый человек, я могу очень долго терпеть вот какие-то, ну, вот, я все время нахожу оправдания людям, ну, наверное, это потому что вот так, или, наверное, это потому что так. Плохое настроение было в этот день, неудачный, неудачный день. Но у меня, как у, я погода бык, видимо, как у быка, где-то наступает вот какой-то такой вот точка, да, 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 да. Точка невозврата. Абсолютно. Где у меня вот как будто пелено. Это, кстати, очень опасно. Знаете, я уже ничего особо и не понимаю, что происходит. У меня просто идет вот какой-то, я могу ударить, я могу, я не знаю, что я могу в этот момент сделать. И вот у меня один раз там в школе, вот я первый раз, когда я дала сдачу, причем это был просто, была одна пощечина, остался, вы представляете, багровый синий синяк. И больше вот он ко мне не подходил. А, то есть это был мальчик? Никогда, да, да, никогда. Я вот так только делала на него. Он делал так. А может, вы ему нравились? Да не знаю. Да нет, наверное. Но он меня измотал. Я все говорю, Игорь, перестань, перестань. Я говорю, отстань, отстань. И вот отстань, отстань. Ну вот довел уже до ручки. А вы больше мамина дочка или папина дочка? Ой, я вот, я не знаю. Мне кажется, и мамина, и папина. Они у меня очень рано ушли. Папа вообще в 47 лет. И мама тоже еще могла жить и жить. Так что, так, мы с Динкой как-то рано, вот. Какие важные слова, какие-то, может быть, мудрости, которые они вам передали, есть? Ну, тут же как. Вот семья, конечно, семья должна быть вот такая, да, любящая. И мы смотрели на них и учились, да, как надо в семье относиться друг к другу. Я не говорю, что у них было так все, ну, просто замечательно. Они ругались. И мама вечно папе говорила, да что у тебя за характер, вот у тебя семья. Ты бы о семье подумал, что ты там идешь из-за кого-то. Он в профсоюзе работал, вот он выбивал, ходил квартиры, значит, людям. Один раз взял и отказался, у нас очередь подошла, квартиру получать, представляете? А он взял и нашу очередь подарил, значит, другой семье. И мама его чуть не убила. Она говорит, да как ты мог? А он говорит, Галина, вот я помню это. Ты понимаешь, у нас две дочки, мы очень хорошо живем. А вот у них, у них пятеро детей, и они живут в подвале. Понимаешь? Ну как ты можешь так говорить? Вот у меня папа вот такой вот был. Вот это, мне кажется, качество он вам передал. Ну, я не знаю, но вот... Но если вы делаете столько благотворительных вещей для многих-многих деток, у которых нет возможности учиться, то я думаю, что это... Это вполне естественно. Я думаю, что не только я это делаю. Есть у нас очень много людей, которые тоже занимаются благотворительностью, только никто не знает об этом. Это же, вот знаете как, сделать что-то и кричать, вот я там сделал, я там этим помог, этим помог. Ну, это не благотворительность, это что-то другое уже. Мы переместились вниз на кухню, и сейчас Алла Владимировна нам приготовит свой знаменитый пирог. Ну, он прям знаменитый. Знаменитый. Он просто вкусный, ребята, просто вкусный. И, кстати, я почему его стала готовить? Я очень люблю готовить только то, что просто делается. Просто делается. А вы как-то за ЗОЖ или не ЗОЖ? Вот я смотрю, здесь сахар, или вы все-таки это только для нас? Ну, скажем так, не могу сказать. Мы едим все подряд. Это у меня девчонки, мои племяшки, и там дети, вот они покупают вот это не молоко, а овсяное молоко, ну, там совместим с лактозой. Ну, это уже потом за здоровое питание. Я вот смотрю, прям очень сильно их уважаю, потому что я вижу, что они там едят. Я говорю, девчонки, ну вы молодцы вообще, умнички, да? Вечером они не едят, допустим, там. После шести, да? Багеты вот мы печем, допустим, дома сами, утром. Утром у нас всегда там свежий багет. Боже, можно понюхать. Можно попробовать. Хотите попробовать? Я вообще не ем белый хлеб, но у вас я поем, конечно же, я попробую. Он очень вкусный. Я вообще не сомневаюсь ни разу, потому что выглядит он как французский настоящий багет. Да, 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 да. Это очень вкусно, вот. Как-то очень гармонично тут вообще смотритесь на кухне. Да, и вам потом тоже обязательно. Ну вот, ну вот, вот прямо. Извините, ребята. А вы часто готовите вообще? Когда у меня есть свободное время, я, да, люблю, прям люблю, люблю, люблю. Какие блюда основные, такие вот, может быть, коронка какая? Ну, пироги. Пироги, вот все-таки, все-таки коронка. А какую кухню любите больше всего, любимая кухня? Ой, я люблю пельмени. А, ну это... Я люблю борщ. Ну вот, я считаю, что вообще, конечно, формирует нас наши вкусы. Ну, в детстве мама, мама очень вкусно готовила. У меня бабушка, говорят, очень вкусно. Мы, к сожалению, с Динкой у нас, мы не знали ни бабушек, ни дедушек. Потому что у меня мама дедомовская, блокадница, вывезли в 4 года из Ленинграда во время войны. И у меня бабушка умерла от голода, а дедушка на Ленинградском фронте погиб. И у папы тоже, мама с папой, они умерли, мне был годик. И Динка, ну, то есть я не помню их. То есть мы без бабушек и дедушек. Вот говорили, бабушка моя, папина мама, готовила изумительно. Она накрывала столы, целые там свадьбы к ней приходили. Вот она, значит, готовила. И мама у нее много рецептов позаимствовала. И вот этот вот мамин борщ гениальный. Да все, даже папина жареная картошка тоже у мамы учился. Так как я жарю картошку. И вот эти вот рецепты, конечно, ну, мамину, это самое любимое. А рецепты откуда берете, вот этот пирог, откуда рецепт? Это я, значит, подсмотрела. Тесто я подсмотрела, не помню, в какой-то программе. А начинка у меня получилась. У меня не было какого-то ингредиента. И я решила сделать по-своему. У меня дома были яблоки только, вот, и варенье. И я вам порезала эти яблоки, смешала их со смородиновым, малиновым вареньем. И получилось так вкусно, что у меня все мои вот до сих пор. Луся, сделай вот этот пирожок. Это у них самый любимый. А рецептом поделитесь нам? Конечно, очень простой рецепт. Если на такой небольшой противень делать, значит, там идет 350 грамм муки, 100 грамм сахара, 1 столовая ложка соды, значит, мы ее гасим лимончиком. Вот. Потом, значит, соли. Ну, кто как любит, щепотку. Да, там я на это количество видели, да, сколько там положила, пол ложечки. Вот. Потом, значит, что у меня здесь ванилин будет, да, 2 яйца. На маленькую порцию 2 яйца. Значит, а, вот ванилин еще. Сейчас сказала про ванилин и забыла, что я его не положила. Ну, я так на глаз. Это все можно вместе, кстати. Почему он меня привлек этот рецепт? Они говорят, не надо ничего там отдельно намешивать. Но я все равно. Все вот всыпаете сразу и мешаете. И все. И я тут же решила повторить. Это все было на пандемии. То есть пандемия всем помогла немножко отстроить. Конечно, и готовить стало, ну, время-то есть. Еще мне так повезло, у меня старший сын приехал с невесткой и с внучкой. И они здесь задержались на всю пандемию. Кайф. Я говорю, господи, я за всю жизнь столько времени с вами. Вообще, вот, вы знаете, как говорят, да, было бы счастье, да, несчастье помогло. Это просто для меня было что-то такое. Мне даже стыдно было, ну, говорить об этом, что у меня я прям вот счастливая была. На самом деле, мне кажется, в пандемии многие друг друга узнали гораздо лучше, потому что многие реально провели столько времени друг с другом, сколько никогда в жизни не проводили. Ну вот, видите, тесто, в принципе, да, не надо... Готово, да? Да, тесто готово, и сейчас мы его просто поставим в холодильник, и все. Отлично. Оно постоит и потом зажмем? Да, оно должно постоять. Его надо будет сейчас разделить на... Ну, заодно вы нам покажете свой холодильник, что у вас там хранится. А-а-а. А-а-а. Холодильник, в общем-то, ну, я не знаю, мечта. Вот, видите. Вот. Ой, класс. Ну, тут я не могу сказать, что у вас прям все забито. Вот, не, ну... Так часто... А, ну, тут много-то... Вот, видите, тут молоко, вот это кокосовое делает... Анечка там, у нее непереносимость лактозы, вот не молоко, тут, ну, так вот, ничего, паштет. Паштет вижу, да. Сосиски. Мы все любим, очень редко едим, правда, но стараемся пореже. Ну, котика любит, он так прям, ну, не знаю, вообще, конечно, полезного ничего. У нас тут вот, мечта хозяйки, вот это, вот это просто... Так, друзья, сейчас мечта хозяйки. Вот, смотрите, это, вот это холодильник. Вот это вообще... Вот это холодильник. Кайф. Ага. Тут холодно, ребят, холодно. Очень холодно, я уже замерзла. Здесь холодно. Выходим, холодно. Да, холодно. Наказывают людей. Да, наказывают там людей, явно. Ладно себя вел, иди в холодильник. Ну, друзья, самый гостеприимный дом, это дом у Аллы Владимировны Духовой. Честно, нас всех накормили, напоили, еще и пирог приготовили. В общем, похудеть не получится. Это точно. Ну, по большому счету, тут все свои, так бы краешки бы обрезали, все, весь был. Да ладно, он так шикарный. Аккуратненький, все. Ну, сейчас я... Кто краешек будет? Я могу. Не буду, нет, как вам краешек, давайте отсюда. Так, ну, в общем... Вкусный! Во все тяжкие сегодня. Сразу говорю. Еще подойдете не за одним кусочком. Ой, ну все. Друзья, простите, что это не вы, а мы едим. Но вы можете тоже у себя дома приготовить и будете думать о нас в этот момент. Разбираем. Сейчас я лопаточку возьму тоже тут. А я прям, можно по-свойски руками? Или меня сейчас засрут в комментариях там, да, наверное, что я... Ой, я, например, тоже люблю руками. Я не знаю, мне так, мне так аппетитно руками. Друзья, это космос. Это просто космос. Ну, так вроде такой он... Ничего особенного, но... Друзья, у нас маленький инсайд, которым мы хотим с вами поделиться. Наш оператор Слава. Он бывший ученик в студии Тодес. Об этом я узнала здесь. Вы понимаете, Слава? Ну как ты? Он раскраснелся аж, посмотрите. Слава, да, 20 лет назад. Соль. Вообще, это гениально, надо же. Тодес дошел уже до оператора, вы понимаете? То есть везде, во всех сферах, во всех профессиях есть ученики Аллы Владимировны. У нас их в правительстве есть. О, об этом подробнее. Об этом подробнее, интересно, кто там. Я говорю, у нас кого только нет. Правда, мы об этом не знаем. Мы обычно, знаете, как... Конечно, мы должны знать, дети, чьих родителей у нас занимаются. Но у нас как-то не заведено. Потому что мы никогда не обращаемся к родителям за помощью, за какой-то там, да, допустим. Да. Но не принято. И я всегда моим директорам тоже говорю, не вздумайте вообще там пользоваться какими-то. Я не знаю, там, мало ли, вашими там взаимоотношениями, да, там, с родителями. Ни в коем случае. Просто не разрешаю категорически. И мы через много лет потом узнаем, что у нас, оказывается, ребенок учился. Не буду говорить кого. Что того самого. И еще, и еще, и еще, и еще. И вот так вот узнаем случайно. Как приятно. Вот так. Чего вы боитесь? Я боюсь не успеть что-то доделать для своих детей. У меня есть там определенные планы. Думаю, может, здоровья не хватит. Или, ну, мало ли, особенно вот сейчас такое время, боюсь вот не успеть осуществить вот какие-то планы, да, касаемо работы моих детей. Вы очень много добились в жизни, но вот считаете ли вы, что вы счастливы? Да, конечно. Я каждый день Бога благодарю. Я когда с детьми со своими, иногда такой момент думаю, ой, ну, как же классно. Вот я думаю, спасибо тебе, Господи. Так, обязательно, обязательно спасибо тебе, спасибо. А что такое любовь? Ой, ну, любовь, она, когда она безусловная. То есть, когда ты вообще ничего не ждешь взамен абсолютно. Просто любишь и все. И готов жизнь отдать. Ну, это как к детям. Вот, вот, к детям вот такая любовь. Если бы у нас люди умели любить друг друга, вот как любят своих детей, мы бы жили в абсолютно совершенном мире. Это точно. Что бы вы сказали маленькой Алле? Я бы сказала... Я бы... Так, сейчас. Что бы я сказала? Я бы, наверное, сказала, вот проживи вот эту жизнь детскую свою так, как ты ее прожила. Делай так, как чувствуешь и мечтай. Не переставай мечтать. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, я очень надеюсь, что вам это интервью понравилось. Поэтому не забывайте комментировать, ставить лайки, подписываться на канал, колокольчик. Ну, и делать все вот эти вот вещи, которые я перечислила. Алла Владимировна уделила нам столько времени. И вообще, мне кажется, получилось очень интересно. Спасибо большое. Мне тоже было очень приятно. Ну, и так получается. Продолжение следует...